МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грузовые-то еще как-то переезжали, трактора, а легковые вообще не переезжали. Где-то поле, может быть, какую-то дорогу они протаривали, но это нереально было. Мы очень рады. Еще бы вот дорогу нам сделали и газ провели, и мы бы вообще были счастливы. Новый мост не просто соединил два села – Малую и Большую Борлу. Маршрут до учреждений соцсферы теперь сократится на 5 километров. А местным фермерам мостовой переход даст возможность существенно сократить транспортные расходы. Мост введут в эксплуатацию уже скоро. Начали мы этот объект в декабре 2019 года. На данный момент работа выполнена на 95%. Осталось сделать подходы к мосту, дорожную одежду и покраску пролетных строений. В строительстве используют современные технологии и материалы. Переход и переезд по нему будет безопасен благодаря композитным перилам и надежным деформационным швам. Они существенно снижают дискомфорт при заезде на мост и съезде с него. Следующий мост, который мы посетили за последние годы, стал звездой Ютуба. Переправу через реку Гуща в селе Загоскино многократно показывали телеканалы, а местные жители буквально наводнили виртуальное пространство жуткими кадрами о состоянии моста. Теперь он приведен в порядок. Опоры и плиты выровнены, уложен асфальт, проводится благоустройство. На мосту устроили перильное ученство, базовых материалов. Подъезды были металлические, марьерное ограждение. Перильное ограждение. Вчера устроили освещение, включили уже. Люди довольны, гуляют вечером, ночью светло. Красивый, безопасный, удобный. Ежедневно по этому мосту будут проезжать десятки автомобилей и рейсовые автобусы. Жители довольны не только качеством работы, но и культурой выполнения работ. Строители не мешают даже рыбакам, давно облюбовавшим примостовую водную гладь для рыбалки. Ничего, нормально было, спокойно, тихо. Все отлично было. Спрашиваешь, отвечают, все. Работы же хорошие были. Молодцы, построили новый мост. Асфальт хоть сделали, подъезд нормально сделали. Можно на мотоцикле сейчас проехать. А то по ямам ездили. Объект будет сдан в ближайшее время. Всего в Ульяновской области капитально отремонтируют 8 мостовых переходов. Пять из них на стадии завершения строительно-монтажных работ. Возросшая в последнее время интенсивность движения автотранспорта, увеличение общей массы перевозимых грузов приводит к ускоренному износу мостов. В этом году на федеральном уровне одобрена программа «Мосты и путепроводы», которая заработает в 2022 году. В Ульяновской области решением этих проблем занялись, не дожидаясь программы. Сейчас готовится смета еще на 12 мостов. Если федеральный центр поддержит наш регион в этом начинании, то темпы ежегодной реконструкции существенно возрастут. Павел Половов, Екатерина Колесникова, Николай Трофимов. Новости Улл. Правды ТВ. Новости Улл. Правда.